Всем привет! Сегодня хочу рассказать о таком интересном растении, как крестовник. Требования по уходу за крестовником роули такие. Во-первых, растение предпочитает яркое, но рассеянное освещение. Полуденное солнце им его обжигает, поэтому от прямых лучей цветок притеняют. Дело в том, что шарообразная форма листьев служит не только для накапливания влаги, но и способствует увеличению в несколько раз количества поглощаемого солнечного света. Во-вторых, зимой в период покоя крестовник предпочитает прохладу. Это 15 градусов, а летом 22-26. В-третьих, избыток воды может погубить растение. Чрезмерный полив ведет к загниванию корней. Особенно быстро это происходит в зимний период в холодном помещении. Поливайте по мере высыхания верхнего слоя почвы. Старайтесь не лить на горошины. Может начаться гнилистый процесс. В период покоя минимизируйте полив. Но и не пересушивайте земляной ком. Вода должна быть мягкой, теплой. Цветок не нуждается в опрыскивании. В-четвертых, растению подходит рыхлый грунт для суккулентов и кактусов. Если есть желание самого приготовить почту, то я вам рекомендую следующий состав. Листовая перегнойная торфяная земля, песок, кирпичная крошка в пропорции 1 к 1. Можете кирпичную крошку заменить вермакулитом или перлитом. В-пятых, крестовник подкармливают удобрениями в период вегетации. Это весна-лето. Для этих целей сгодится удобрение для кактусов и суккулентов. Либо любое другое, но с низким содержанием азота. Подкормку производите не чаще одного раза в две недели. Со временем растение теряет свою декоративность. Стебли оголяются, а иногда на корню высыхают. Пересаживать крестовник опытные растеневоды не рекомендуют, поскольку хрупкие нитки и корни легко повредить. Да и не лучше эта процедура, его внешний вид не улучшит. Лучше время от времени проводить омолаживающие операции. Для этого вам потребуется несколько черенков 5-7 см, которые прижимаете к влажной земле пальцем. Желательно, чтобы горошины оставались вверху. И слегка присыпайте их землей, предварительно удалив на нем листочки. Корни появляются примерно через неделю. Хочу также сказать, что будьте осторожны, это растение ядовитое. Это растение содержит вещества, которые нарушают работу печени. Всем спасибо за внимание и всего хорошего!